Привет всем любителям сноубординга! Это репортаж из магазина Squat. У меня в руках вы видите такую картинку с надписью, которая знакома любителям глубокого снега. Магазин Squat, а конкретно это московский магазин в торговом центре Хорошо на станции метро Полежаевская, запускает новый формат магазина своего рода Shop&Shop. Называется он VR Freeride и естественно посвящен всем тем, кто любит кататься в высоких горах и в глубоком снегу. В нашем магазине будут представлены некоторые уникальные сноуборды различных брендов. Естественно будут топовые модели уже известных, зарекомендовавших себя досок для катания в горах, такие как John Snowboards, Burton, Liptech. За моей спиной вы видите сноуборды японских производителей Mos Snowstick. Будут со временем еще поступления других интересных досок. Вы все увидите на нашем новом канале. Естественно магазин Squat будет нас поддерживать и мы будем тоже поддерживать магазин Squat. Будем делать совместные акции. Следите за нашим каналом, следите за информацией. Находите в соцсетях группу VR Freeride, подписывайтесь и мы будем рады вас видеть в наших друзьях. Своё первое видео мы решили посвятить японскому бренду Mos Snowstick, так как это для России наверно уникальные сноуборды, таких вы наверно вряд ли где-то еще купите. Немножко расскажу об истории этого бренда. Этот бренд очень уникальный. Начнем с того, что первую доску основатель бренда создал в 1971 году. То есть это даже немножко раньше, чем официально Джейк Бертон сделал доску Бертон. Она конечно выглядела не так как современные сноуборды. Это был скорее серф и сделан был из пены полиуретановой со стекловолокном. Как обычно строились доски для серфинга. Вместо креплений были какие-то смешные упоры, но человек задумался о том, что кататься по глубокому снегу можно точно так же как по волнам. Как вы все знаете история сноубординга вышла из серфинга, из которого собственно вышли наверно все досочные виды спорта. Поэтому естественно и в Японии произошло так же. Человек катался на серфе и решил попробовать сделать доску для катания по снегу. В общем 1971 год это дата, когда был произведен первый сноуборд мост сноустик. Затем в 70-е и начале 80-х годов конструкторы мост трудились над разными шейпами досок. Они создавали доски с креплениями, на которые подходили ботинки для горных лыж, чтобы можно было кататься с зафиксированными на доске ногами. И далее уже в конце 80-х, начале 90-х, когда сноубординг вовсю стал развиваться в Северной Америке, разные бренды придумывали разные материалы, разные конструкции, разные крепления. И к началу 90-х уже сложилась точная форма доски и крепления, какими они должны быть. Но в Северной Америке направление сноубординга немножко пошло не в ту сторону, в которую рассчитывали японские конструкторы. Напомню, что японцы разрабатывали именно доску для катания в горах, как на серфинге. Иными словами, сноусерф. Северная Америка больше пошла по пути сноубординга, какими мы знаем классические сноуборды. Естественно, и европейцы, и американцы выпускают и сноусерфы, но для Японии это целый культ, которому люди посвящают все свое время. Что такое вообще сноусерфинг? Скорее всего, это можно назвать искусство поворота. Все шейпы досок, все прогибы досок конструируются именно так, чтобы поворот был идеальным, максимально простым, изящным, легким, быстрым. На одной доске вы можете исполнить как крутой резкий поворот, так и длинную долгую дугу. И над такими конструкциями японские разработчики работают уже на протяжении более чем 40 лет. В этом видео хочу остановиться на классическом Swallowtail от фирмы Moss. Swallowtail в нашем понятии это доска для катания в паудере. В общем-то, да, она действительно была разработана именно для этого, но разработчики именно Moss, Swallowtail, пошли дальше, и на этой доске можно серфить по всей горе, не только в глубоких полях. Можно кататься и по вельвету утреннему, можно кататься по лесу, ну и, конечно, глубокий снег. У нас представлено три ростовки доски Swallowtail, Swallowtail это раздвоенный хвост или ласточкин хвост. Конечно же, форма доски знакома всем, но японцы как кропотливые исследователи данного направления сноубордов ежегодно, год за год, миллиметр за миллиметром, изменяли шейп досок и довели данную форму до того идеала, который они считают, должна была дать такая доска. На этой доске даже стоит год 1982, это год, когда была создана именно эта форма и с тех пор она больше не изменялась, потому что они считают, что лучший враг хорошего и незачем менять эту доску. Прогиб в данной доске называется Snow Surf Camber. Его отличие от обычного классического кэмбера состоит в том, что максимальная самая высокая часть арки дуги смещена ближе к передней ноге. Благодаря такому прогибу, также длинной контактной длине и раздвоенному хвосту эта доска может совершать как длинные долгие повороты, так также и короткие и резанные. Если вы сместите вес тела назад при выходе из поворота, еще сильнее прожмете ласточкин хвост, то доска повернет более резко и быстро. Такие движения необходимы, например, при катании в лесу. Более центрованная стойка позволит вам совершать длинные-длинные дуги в бесконечных полях мягкого снега. Отличия между разными ростовками, в общем-то, бросается даже в глаза. Короткая доска 158 имеет более длинные концы своего хвоста. У более длинных досок, во-первых, они пожестче, эти концы, и покороче. Так скажем, 158 доска предназначена для людей с не очень большим весом, так скажем, средних габаритов, наверное, что-то в районе до 75 килограммов весом. Доска 162 подходит райдерам с чуть большими габаритами, где-то, наверное, до 85 килограммов весом, либо для таких же легких райдеров, которым нужны более длинные доски для ощущений более длинных поворотов. Соответственно, 170 доска подходит для еще большего веса людей. Я думаю, что приближается уже к 100 килограммам. Но доска легкая, и на такой доске может вполне кататься человек средний, в их средних габаритах. Просто его дуги будут огромными и длинными. На этих досках вполне можно карвить вплоть до укладок. Покупая такую доску, вы имеете возможность кататься в совершенно разных условиях погодных, снежных, с разным количеством снега, в разных местах. Это не обязательно может быть вторая доска. Конечно же, она не предназначена для фристайла, но мы с вами это понимаем, увидя просто название нашего магазина VR Freeride. Чтобы познакомиться с этими новыми досками, а также с другими брендами, ждем вас в магазине VR Freeride в торговом центре «Хорошо» на станции метрополи Жаевская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова